Евгения, здравствуй! Очень рада нашей встрече вновь. Я в предвкушении очень интересного разговора для многих из нас, для меня в первую очередь. И мне бы хотелось сегодня затронуть такую тему, как Хэллоуин. Буквально несколько дней назад прогремел этот праздник. Я знаю, что в Америке его очень отмечают масштабно. Да, они вкладывают огромные деньги. Каждый житель Америки не жалеет своих финансовых средств и тратит тысячи долларов на то, чтобы украсить свои дома. Они покупают дорогостоящие костюмы и пытаются каждый раз превзойти предыдущий праздник в страшилках. Ну, очень серьезный вклад. На всех уровнях люди делают. В России чуть меньше, но тем не менее, мне пугает тот момент, что уже современные звезды, они начинают культивировать этот праздник. Они начинают выставлять свои фотографии, они начинают отмечать этот праздник. Хотя я уверена, что, ну, как я вижу, процентов 90 россиян еще не вовлечены, но я так думаю, что мы уже на опасном пути, потому что народ не понимает. Мы смотрим, как и раньше, на Запад. У них это модно, у них это престижно, у них это весело, интересно. И это все потихонечку, потихонечку начинается внедряться в сознание наших россиян. Не все задумываются о корнях этого праздника, о его истинных мотивах. И люди, кажется, ну, это весело. И не задумываясь вот так вот легко-легко, они встают на вот эту вот страшную тропу. Вот. И мне хотелось бы поговорить об этом празднике с духовной точки зрения. Какие же у него настоящие и истинные мотивы? Ну, я думаю, вообще вот изначально, если посмотреть на все человечество, вообще на всех людей, люди делятся, ну, это мое разделение на три категории. Люди, которые понимают суть происходящего и на стороне добра, скажем так, да, на стороне Бога. Люди, которые понимают суть происходящего, но являются служителями сатаны. И люди как бы... Осознанно. Осознанно, да. И люди, которые не понимают, что происходит. И поэтому просто от влияния той или другой стороны они попадают под это влияние и так живут. Но, если мы посмотрим вообще на историю, почему-то зло всегда привлекало боли, чем добро. Потому что вот эти вот все красочно, это все ярко, это все модно. И сегодня потихонечку, никогда сразу это не перенеслось, вот так раз резко и все встало. Это потихонечку все приходит. Вот сегодня, допустим, да, культивируется мода, модные тренды. И тут же мода начинает вносить в свою вот эту сферу оккультные какие-то вещи. И люди, которые знают, понимают, они понимают, о чем речь, да. Люди, которые не понимают, а просто подвержены этому влиянию, да. Просто интересно, просто модно. Да, просто потому что это модно. Многие даже не задумываются. Вот эта часть людей, она просто не задумывается. Ну и страшно, конечно, когда люди верующие, христиане, они тоже попадают иногда под вот это веяние и не задумываются. То, что человек стал верующим, это половина всего, да. Тебе надо научиться вникать в истину, понимать, о чем говорит Бог, почему так или иначе все происходит. Я, кстати, ну, мне кажется, я всегда говорю, вникай. Вникаемся во все, надо вникать и понимать. Проще жить без понимания, да. Меньше знаешь, лучше спишь, говорят. Да, спокойнее. Спокойнее, но тем не менее, ну, я думаю, что когда ты не знаешь, когда ты не противостоишь злу, ты все равно под него попадешь. Ну, такой банальный пример, да, если ты плывешь на каком бы корабле ты ни плыл, да, в какой бы, ну, в каюте ты ни был, на корабле, если будет тонуть, ты тонешь вместе с ним. И вообще я поняла, что мы родились на войне, мы живем на войне, и мы умрем на этой войне, и нам вообще, по сути, расслабляться некогда. Конечно, для меня, вот я вспоминаю фильм «Матрица», по сути, мы все однажды выбрали свою таблетку. Я не скажу, что, да, знание иногда пугает, потому что когда ты понимаешь вообще суть всего происходящего, это очень страшно. И когда с людьми начинаешь говорить, они отмахиваются, говорят, зачем ты так глубоко копаешь, зачем вот об этом думать. Ну, я не знаю, почему же Бог так сотворил мою мозги, что я не могу об этом думать. То есть если я что-то узнаю, мне нужно докопаться до истины, понять, что, откуда это пришло, куда пошло и чем это чревато. Поэтому этот праздник, я не скажу, что я вот прям специально копалась, но сегодня интернет, и можешь забить и узнать об этом празднике все. Но если ты верующий человек, с какой бы радостью о нем там не говорили, например, да, ты все равно будешь смотреть через призму, понимать, что за этим всем стоит. Так вот этот, как бы, на первый взгляд, и вот это веселье, да, ну, что для меня, как верующего человека, первое отталкивает? Во-первых, это изображение нечисти, изображение бесов, демонов, сразу ставит под сомнение любое празднество. Ты уже понимаешь, что здесь, ну, дело нечистое, и просто это необычный праздник, да, там, вот просто мы решили вот так. Так, я читала многие высказывания, вот сейчас, да, как раз вот он прошел, разные посты, и там, комментарии к этим постам. Люди говорят, зачем вы так глубоко там думаете, зачем вы так, это просто банально веселье, это просто вот банально, то есть, как бы, типа, мы наряжаемся, потому что, ну, как бы, чтобы мы не боялись смерти, не боялись вот этого. Они как будто бы отпугивают, то есть, демоны прилетают, видят в них своих и не трогают. Вообще, если пойти в историю, да, это кельтский праздник, это было, как бы, например, кто они были? Они были язычниками. В любом случае, это люди, которые поклонялись, ну, иным богам, там, природе, всему-всему-всему, и этот праздник, он был, как бы, заканчивалось лето, начиналась зима, это конец урожая, и люди поклонялись там, сжигали, то есть, я почитала, что они делали, вот эти люди, которые поклонялись. Они прыгали через огонь, они приносили жертвы, потом они на костях этих жертв, принесенных животных в жертву, гадали. То есть, уже идет череда, да, вот этих вещей, которые уже оккультными считаются, да, и если мы коснемся Слова Божьего, Библия говорит, не будет у вас проводящего сына или дочь, да, через огонь там. Не ходите, даже сейчас, местописание, войдешь в землю, это второзаконие, 18 глава. Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник, вопрошающих мертвых. Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это. Из-за сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. «Будь не порочен пред Господом Богом твоим, ибо народы сии, которых ты изгоняешь, слушают гадателей, прорицателей, а тебе не то дал Господь Бог твой». То есть, опять же, мы сразу уже видим Слово Божье, о чем он говорит. Если даже люди на этой земле делали это, почему ты подражаешь ритуалам этих людей? Даже если ты неосознанно это делаешь, ты вовлекаешь себя в эти оккультные вещи, которыми занимались эти языческие народы. Ну, то есть, по сути, да, вот там я посмотрела, изначально не было тыква. Там у них, где кельты жили, там не было таких продуктов, урожая такого, да. И когда люди уже переселились в Америку, когда начали завоевывать новые земли, заселять, вот у американцев появились вот эти тыквы, да, и они стали вырезать. Есть такая легенда, что вот эта тыква с огнем внутри называется, вот даже опять коснемся, безобидного, скажем так, праздника, фонарь Джека. Вот есть такая легенда, что Джек это был такой пьячушка в деревне, но ему удалось там пару-тройку раз, по-моему, обмануть сатану. А, с ним никто не хотел вообще уже пить, ну и он позвал сатану с собой выпить. И вот они выпили, и ему удалось обмануть, и, короче, обманным путем он взял слово сатаны, что он его не заберет в ад. Вот, ну и, соответственно, когда он умер, сатана его в ад не взял, но и в рай он за свои грехи не попал. И вот этот человек ходит, как непрекаянная душа, и вот эта тыква, то есть дьявол по доброте душевной, дал ему огонь из ада, и он с этим фонарем освещает себе путь. Вот эта тыква, это и есть вот фонарь Джека. Но опять же здесь, пусть это легенда, но сам смысл того, что вкладывается даже в эту пусть легенду, да, это сатанинские вещи, которые там человек вступил в завет сатаной, человек был грешным, человек до сих пор как бы его душа непрекаянная. То есть, ну мы себя как бы олицетворяем с этими вещами, мы себя, я не знаю, как бы, ну это страшно на самом деле, потому что нет ничего пустого, ничего бесполезного. За каждым словом, за каждым действием существует все равно определенный духовный акт, который происходит. Ну и потом этот языческий праздник, он существовал до того, как пришло христианство, и католическая церковь не смогла привить христианские какие-то вещи вот в эти языческие народы, и согласилась эти праздники совмести день святых, да, вот мы знаем, что 1 ноября, католики отмечают, да, и вот этот праздник, то есть это стало, то есть я думаю, что здесь все-таки компромисс. Но это неправильные вещи, когда из-за того, чтобы вовлечь людей в христианство, идут на уловки на какие-то, потому что человек должен быть по-настоящему верующим. А эти люди постоянно уходили, убегали в эти пьянки, вот в это вот безумие. И, конечно, вокруг этого праздника уже столько всякой лжи, придуманных людьми, что мы отпугиваем злые силы, хотя считается по легенде, что в эту ночь как бы стирается граница между духовным злым миром и человеком. И бесы безнаказанно могут выходить, как бы, ну просто без всяких границ и что-то творить на этой земле. Ну и люди, как бы, скрываясь под этими масками, пытаются их обмануть, что ли, я не знаю. Ну, конечно, сейчас очень много версий. Ну а как ты думаешь, что происходит на самом деле в этот момент? Ну вот я вообще считаю, что... Одевая вот эту вот атрибутику на себя, раскрашивая в этот день. Вся атрибутика, она имеет, несет смысловую нагрузку за собой в любом случае. Вот даже тот момент веяния моды, как череп, который люди носят на себе. Вообще, что такое череп? Это знак смерти. То есть мы неосознанно привлекаем смерть в свою жизнь. Можно сказать, что это ерунда, но опять ерунда. Может быть, человек, который смотрит глазами физическими на жизнь и не вникает в духовные процессы. Но мы прекрасно понимаем, что духовные процессы – это первичные, а не изначальные. Какими словами, какими песнями, какими там вот именно знаками мы привлекаем в свою жизнь оккультные вещи. Потом мы страдаем, мы болеем, семьи рушатся, там дети страдают, еще что-то. Много-много разных неприятностей происходит. И мы не задумываемся, и потом мы призываем Бога, и говорим, Господь за что, почему, как. А виноват Господь всегда. Да, Господь всегда виноват, потому что он должен был вмешаться, он должен был что-то сделать. Но Бог предупреждает, он не надо вовлекаться в те вещи, в оккультные, которые делали эти народы. Вы должны отгородить себя, очистить и следить за своими устами. То есть нет безобидных вот этих оккультных книжек, мультиков, там, игры, которые просто, ну, так, ради развлечения. Это обман, это уловка сатаны, что это типа ничего страшного. Но на сегодняшний день вот этот праздник, он перешел в беспредел, можно так сказать. Что происходит на этих праздниках, на самом деле, ну, как бы очень страшно. Я рада, что в России, может быть, из-за нашего менталитета мы не особо это празднуем. Но, тем не менее, я думаю, что, знаете, как вода, капля по капле, она может и камень точить. Поэтому, на самом деле, если мы не противостоим этим вещам, или хотя бы начнем разумлять людей, говорить об этом, что это опасные вещи, это опасные вещи, и, ну, я думаю, что это тоже может проложить себе дорогу. А знаешь, у нас самая проблема, я уже с тобой разговариваю, понимаю, что вот есть люди, которые понимают, но они со знаком минус, есть люди, которые тоже понимают со знаком плюс, а есть вот это вот посередине огромная бездна людей, которые не понимают. Но что самое интересное, вот эти люди со знаком минус им внушили то, что верить ни во что не нужно, ничего нет. Самая классная ложь сатаны, меня не существует. Меня не существует, это все домыслы, верьте там в хорошее, во что, только бога-дьявола не существует, никаких законов не существует, вот просто вот живите, и ни во что не верьте. И это просто развлечение. И вот это вот самая страшная ложь, которая вот эту огромную прослойку людей, которые ни о чем не задумываются, считают, что это весело, прикольно, и вы все гоните, это все предрассудки и тому подобное. И вот самое вот страшное, наверное, вот в этом. Здесь страшно в том, что большинство людей не хотят думать, вообще не хотят. Не хотят включать мозг, не хотят хотя бы немножко задать себе вопрос о себе, вообще о том, что я делаю, для чего я это делаю, зачем я это делаю. Даже этот праздник, люди вообще любят, наверное, праздновать, и для них это как отдушина после работ тяжелых каких-то, любой отдых, какое-то любое веселье. Но никогда почему-то люди не задают вопрос, почему зло более привлекательно, чем добро. Почему вот именно вот эти моменты, они настолько притягивают нас. Я думаю, все-таки изначально в нас вот эти грехи лежат, или вот это вот, ну скажем так, горький корень сатаны, который обманул нас изначально, Адам и Ева, да, и оно потихоньку-потихоньку так вот посеялось. Люди, не зная Бога, привлекаются дьяволом. И поэтому все какие-то вот эти атрибуты веселья, хороводов, всяких празднеств, ярких красок, они намного привлекательнее. И почему-то потусторонние вещи, они тоже более привлекательные, ну демонические. Я не знаю, почему люди с удовольствием там бегут, гадалкам, гороскопам обращаются ко всем. Конечно, у нас заложена жажда по духовным вещам, жажда. Но мы довольствуемся таким малым, таким вот просто приземленным, то, что сатана подкидывает нам под ноги, и мы это берем. Мы не хотим дальше заглянуть за реальность. И мы целую теорию выстраиваем по этому поводу. И сегодня многим людям говоришь, они отмахиваются на самом деле, не хотят. Что ты видишь везде вот эти вот? Ну это не я вижу, это Слово Божие видит. Если Бог предупреждает, значит он понимает. Ну тогда уже другой вопрос. Тогда не плачьте, когда приходит беда в ваш дом, которую вы сами открываете для демонических сил. Почему-то так люди хотят щекотать себе нервы страшилками, но потом от этого страдать. Я думаю, что каждый человек, который там участвует, неосознанно, он боится многих вещей. Он боится. И люди говорят, что вот тем самым я выпускаю свои страхи наружу, ну да, и типа я не боюсь из-за того, что я вот так вот об этом заявляю. То есть если я надену маску скелета, типа я не испугаюсь смерти, я думаю, что это не поможет в любом случае. Тебе придется столкнуться с настоящей реальной смертью. Это знаешь, я недавно, не так давно смотрела очень много свидетельств, колдунов, таких посвященных, которые обратились в христианство, и они вот рассказывают о своем вот этом вот губительном, так скажем, опыте в жизни, из которого они по благости и милости Божьей вырвались. О том, что если, я вот к чему это? Они говорят, мы видим христиан, ну то есть их все внимание нацелено на христиан. И христиане, которые грешат для нас, они как, мы их видим, как вот прямо на них особый свет для нас, и мы, говорит, начинаем вредить, у нас есть власть вторгаться в их жизнь. И вот к чему я говорю? Если христиане грешащие подвержены вот этому влиянию, то есть представь, люди, которые живут во грехе, и люди, которые открыты для, так скажем, открывают вот этими вещами в свою жизнь порталы для всего демонического, то есть то, что делают в их жизни люди. Я считаю, что это просто бездумность, это просто люди отдали свой разум, свой ум сатане. То есть люди не думающие, не внимательные, не размышляющие, это просто плацдарм для вмешательства сатанинских сил. И люди, они всегда считают, что, ну, мы свободны, я как хочу, так и живу, я вот делаю то, что... И это считается у них свободной. Но на самом деле, это армия огромной марионеток, которая, в принципе, исполняет то, что хочет сатана. Люди неосознанно... Короче, самая основная проблема в мире – это неосознанность, когда ты живешь, не думая и не веря. Почему люди не размышляют, ну, я не знаю, не вникают в эти вещи? Просто потому что так, наверное, привыкли жить, или так проще жить, или... Ну, на самом деле, я честно скажу, что, ну, страшновато иногда познавать вообще суть и реальность. Но мы для этого созданы на земле, чтобы что-то здесь изменить, а не быть просто массой, из которой сатана вычерпывает свои силы. То есть для себя силы, точнее, да? Почему? Потому что люди, которые обмануты, которые не работают мозгами, не думают, это просто биологическая масса, которая подпитывает демонические силы на земле. Вот и все. И я не думаю, что... Я не хочу быть массой, которая питает, да? Как Дух Святой, как Бог вдыхает в нас дыхание жизни, да? Точно так же сатана высасывает из нас жизнь. И если я не задумываюсь, то я просто создан... Ну, знаете, я, конечно, может быть, утрирую, но если смотреть духовными глазами, многие фильмы, ты можешь найти для себя ответы какие-то определенные. Вот, в принципе, вот фильм «Матрица», он настолько наглядный. Я не знаю, что там преследовали на самом деле те, кто создал этот фильм, но для себя я взяла вот такой вывод, когда я вот стала верующей. Мы реально, там показана биологическая энергия, да? Люди стали энергией для биомассы, да. И, по сути, проснуться из этого страшно, увидеть, в какой реальности ты живешь. И вот там, если вы смотрели, да, человек отказался. Просто так спокойнее. Я ем, что хочу, мне когда какие-то вкусовые, внешние факторы, которые меня удовлетворяют. Люди живут ограниченно. Мне нужен вот мой дом, машина, жена красавица, не знаю, там вот хорошо выглядеть, вкусно поесть. И вот это, в этом и заключается весь смысл жизни человека. Вот, и поэтому, как бы, я буду подкидывать на такие моменты, что вот просто не лезь, сиди, не лезь так хорошо, не надо ничего знать. И все, и вот люди ограничили себя. Когда ты познаешь Бога, делаешь шаг к настоящему Богу, перед тобой открывается как будто вселенная. Ты начинаешь видеть и ужасаться тому, в какой коробочке ты жил. И поэтому, когда ты познаешь Бога, ну, глупо от этого уже отмахиваться и возвращаться к прошлой жизни. Скажи, вот, пожалуйста, как может христианин себя в этот праздник защитить? Потому что, если в этот момент активизируются действительно там колдуны все реальные, настоящие, да, они не фейковые какие-то, а настоящие колдуны, в этот день начинается какая-то активизация. Я слышала очень много свидетельств людей, которым действительно, даже неверующим людям, им становилось плохо в этот день. Они чувствовали как будто вот ад им, что чуть ли не в спину дышит. И на самом деле люди аж на физическом уровне чувствовали вот эту вот негативную энергетику, которая вот поднимается. А на самом деле она очень ощутима. Просто не все, не то чтобы не восприимчивые, люди это могут на совсем другие вещи с носки делать, ссылаться. Ну, вообще, я хотела бы немножко так вот вернуться на самое начало моего христианства. Изначально, конечно, когда я стала верующей, и, может быть, так учили, может быть, я так понимала изначально, что, ну, что было для меня христианство? Просто такая же жизнь, но я как бы вот там, ты не бьешь, не куришь, не блудишь, ты просто хороший, ты любишь людей. То есть вот какая-то такая картинка для меня существовала. Но чем больше я познавала Бога, тем больше я понимала, что тот мир, в котором я живу, это такая иллюзия, созданная просто, ну, как созданная людьми по наводке сатаны. Люди придумали себе, может так, создали такую жизнь определенную, определенные праздники, определенная система. Когда человек попадает, он рождается уже в этой системе, и он как бы другую не знает. И если не Бог, то человек не может вырваться из этой системы. На самом деле система настолько засасывает и сгибает тебя, делает рыбом, что ты боишься даже выйти из нее. Ты попадаешь под контроль, ты попадаешь под давление, ты попадаешь под... То есть просто становишься массой, как и все, двигаясь так же, думая так же, одеваясь так же. То есть просто тебя как будто начинает вот это вот все заволакивать. И я не понимала, честно говоря, я помню, первые наши праздники, вот давай коснемся еще Новый год, для меня это был тот же праздник, только без алкоголя. Это первый. Потом мы с мужем приняли решение, думаю, ну как-то глупо все выглядит. Может быть, нам передумать, как-то подумать и попросить у Духа Святого показать, как. То есть мы должны создать новую культуру верующих людей, но не подражающую миру. И мы приняли решение такое, что... Вот давайте посмотрим, любой праздник, языческий праздник, вот Новый год люди встречают, хорошо, но что происходит в этот день, в эту ночь, точнее, да? Люди тазиками себе делают еду, как будто они решили за весь год наесться. Море алкоголя, соответственно, как следствие алкоголя, это преступление и все вот это вот, да? Что происходит? Ну это поклонение сатане, это определенные обряды, которые люди как бы не осознанно, ну что мы поели, ну что мы выпили, ну что мы то-то. Но это и есть дань. Это жертвоприношение своеобразное. И мы приняли решение, что в эту ночь мы будем молиться. Мы вступали в Новый год молитвой. Да, календарный мы вступаем в Новый год. Но как мы можем отметить? Новый год для нас, да, это новое откровение с Господом, это новое понимание, новый сезон, новые отношения. Ну и еще, когда мы молимся, мы ходатайствуем за тех людей, которые, может быть, неосознанно попадают в различные нехорошие вещи. Поэтому, если ты верующий человек, если ты посвященный христианин, ты пересмотри свои праздники, как ты их отмечаешь, подражаешь ли ты язычникам, как вот мы уже говорили, да, люди просто неосознанно подражают тем ритуалам, которые они делали когда-то. Либо все-таки ты должен принять решение, пересмотреть и начать по-другому это делать. Ты не обязан жить в этой системе, языческой системе. Ты должен выйти из этой системы и еще с собой кого-то захватить. Поэтому, я думаю, любой праздник, так же этот, ну, лучше ты по ходатайству помолись, да, свежи этих демонов, не знаю, там, свежи это колдовство, которое влияет на умы людей, которое блокирует. Если колдовство идет, то идет блокировка. Люди не задумываются, не думают. Они, на самом деле, люди тупеют от этого. Потому что вот здесь вот просто, это вот, знаете, как быстрые принятые решения, необдуманные, люди вообще не думают сегодня. Раньше люди размышляли, читали книжку. Это, ну, как бы, люди думали над этой книжкой все равно. Сегодня вот быстрые смс-ки, быстрые ответы, быстрые какие-то там схватил, там схватил, и как бы ты уже понимаешь смысл жизни. Как его понять? Просто по каким-то высказываниям людей, если ты не задумываешься, не начнешь общаться с Господом, это просто высказывание. Может быть, это откровение было того человека, но является ли это глубоким смыслом твоей жизни? Поэтому я к чему призываю? Я призываю начать думать, начать общаться, начать останавливаться перед Господом. И спрашивать Господь, а ты как относишься к этому празднику? А ты как относишься к этому ритуалу? А нормально ли это вот это, вот это, вот это? Не поддаваться вот этому стадному рефлексу, не поддаваться данью моды сегодня. Кто сегодня моду делает? Люди, которые просто, ну, далеки от Господа на самом деле. Они живут противоположной жизнью. А сегодня, кажется, если это показывают по телевизору или об этом кричат в интернете, то это те люди, подражать которым мы должны. Ну, это ложь. На самом деле ложь. Это пиар определенный, да, и люди просто выстраиваются в очередь туда-сюда, чтобы просто быть похожими, такими же. Кому ты подражаешь сегодня? То есть человек создан так, чтобы кому-то подражать и что-то отражать, отображать. Если ты, вот для тебя вот эта вот картинка оттуда или с телевизора, это и есть дань почитания, подражания, то ты будешь это впитывать. Соответственно, ты будешь это транслировать. Вот и все. Опять задумайся, кому ты подражаешь сегодня. Подведу итог нашей передачи. Включай мозги. Реальность, духовно. И все в твоей жизни, что бы ты ни делал, думал ты в тот момент или не думал, оно будет иметь определенные последствия. Мы дадим ответ. За каждое слово и за каждое действие. За каждое действие мы дадим ответ. Неважно, верили мы, не верили, понимали, не понимали. Мы неосознанно провозглашаем, приглашаем и вот запечатаем, скажем, свою жизнь определенными вещами. Спасибо большое, Евгения, тебе за этот разговор. Всего доброго. До свидания. До свидания.